Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с одной из своих старых самоделок еще времен СССР. Это выключатель, сделанный на радиолампе. Он наверняка хорошо знаком, может по рисункам, может по статьям. Вот такая лампа. Это 5PV. Такие лампы использовались в радиоприемниках, телевизорах, проигрывателях. Но я конечно буду использовать не ее, хотя она тоже очень хорошо годится для сенсорного выключателя. Мне ее просто жалко, поэтому буду использовать более дешевый и более простой аналог. У этой лампы множество выводов и все они имеют свой функционал. Я ее уберу. В моем распоряжении есть вот такой триод. Почему триод? Потому что лампы с тремя выводами обычно так и назывались. По конструкции он совершенно прост. Это центральный вывод, кольцо маленькое стальное. Которое заключено в другое металлическое кольцо. И все эти металлические части, размещенные внутри кобы, выведены наружу. Внутри находится газ. В данном случае аргон. И этот газ позволяет этой лампочке быть индикатором. Можно использовать ее как маленький фонарик, а можно просто использовать как тестер для поиска фазы в сети. Но сегодня я буду использовать этот триод как выключатель для большой и мощной лампы накаливания. Схема включения такого сенсорного выключателя очень проста. Просто рассекаем провод, идущий от розетки к лампе и вместо выключателя вставляем этот триод. Рекомендую использовать крайние позиции. То есть большое металлическое кольцо и маленький ввод. Промежуточное кольцо будет у нас работать как экраном или сеткой для устарения ионов. В этой лампе носителем заряда будут являться ионы аргона. Если в радиолампе в подогреваемых катодах носителями электрического заряда являются электроны, то в данной лампочке это будут ионы. Ионизированный газ также хорошо проводит ток. Но хватит разговоров. Давайте посмотрим, что получится, если включить всю эту конструкцию в сеть. Я включаю вилку в розетку. Индикатор загорелся. И теперь я прикасаюсь пальцем к проводу. Свет включился. Как видите, все довольно просто. Сетевые пульсации очень хорошо заметны на камере. Для глаза они тоже в принципе вредны. На самом деле пользоваться таким выключателем без дополнительных деталей довольно таки трудно. Поэтому я показал упрощенную схему, которая может быть использована только для демонстрации. А теперь в качестве эксперимента давайте попробуем подключить в эту цепь светодиодную лампу. Мы знаем, что она внутри имеет схему питания. И зато посмотрим, как все это дело сработает. Индикатор слегка моргает. Подключаем наш сенсор. Видны вспышки. Конечно, для светодиодной лампы такое включение не годится. Но было интересно узнать, и мы узнали что-то новенькое. Я отпускаю сенсор, и лампа перестает моргать. Вот такое простое приспособление. Дополнив его парой-тройкой деталей, вы можете собрать сенсорный выключатель, а можете не собирать. Кому он сейчас нужен? На этом все. Пока. Продолжение следует...